18 апреля в актовом зале администрации прошла 17-я сессия собрания депутатов муниципального района Хасаиртурский район 6-го созыва. Депутатам была представлена повестка дня из одного вопроса о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Хасаиртурский район. Открыл сессию и ввел в председатель собрания депутатов Марат Ахаев. Есть 104 депутатов. На 17-й сессии собрания депутатов присутствует 92 депутата. Кворум обеспечен. Кворум позволяет нам начать работу. Какие будут предложения? Начать. Поступило предложение начать работу. Кто за то, чтобы начать заседание собрания депутатов, прошу проголосовать. Против? Подрежался? Или нагласно? 17-ю сессию собрания депутатов муниципального района 6-го созыва АГГР открытой. На рассмотрение сессии предлагается проверить повестки дня из одного вопроса. По данному вопросу выступил Магомед Лабазанов, заместитель председателя собрания депутатов муниципального района. Уважаемые депутаты, недавно прошла сессия, наверное, все думали, почему такая срочность. Дело в том, что на той неделе поступило письмо от управления Министерства юстиции Российской Федерации по республике Дагестан на имя главы муниципального района Джабала Чапиевича Салавова о проведении устава муниципального района и сельских поселений в соответствии с изменениями федеральных законов, а их принято после принятия нами изменения в прошлом году и утверждения принятия в новом варианте устава. И поэтому нам сегодня пришлось собраться и вот этими законами, которые приняли в Государственную Думу, Думой, значит, у нас устав муниципального образования Хасевского района претерпел очередные изменения и в него нам необходимо внести вот эти изменения, которые, значит, приняли вот буквально с октября прошлого года, вот до всего времени. 10 апреля 2018 года на совещании актива муниципального района в этом же зале обсужден вопрос о внесении изменения устава муниципального района и устава муниципальных районов сельских поселений муниципального образования Хасевского района. По результатам обсуждения принято постановление о приведении устава муниципального района и устава сельских поселений в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. На ваше рассмотрение в настоящее время вносится проект в течение собрания депутатов о внесении изменений и дополнения устава муниципального образования на Северский район. Изменения затрагивают 9 статей от нижних следующих статей устава. Затрагивают это наименование о статусе границах муниципальных образований. Вот это слово «исключили и границах» в законе Республики Дагестан 5-го года. В официальном названии муниципального образования были слова «рекреационные земли» и заменили земли рекреационного назначения. Есть изменения в статье 7, где излагается право органов местного самоуправления по решению вопросов неотнесенных вопросов местного значения. Есть изменения в статье 8, где отражены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, есть изменения в статье «Публичные слушания», раньше публичные слушания мы делали, а сейчас и общественные обсуждения пододавали, есть еще другие изменения в порядке организации публичных слушаний, есть изменения в четвертой статье, в пятнадцатой статье и целый пункт 4.1 добавили по проектам генеральных планов северских поселений и так далее, здесь большая статья, вот ее изменили. Изменения произошли еще в четвертой статье, это в компетенции собрания гипотеза муниципального района по вопросу утверждения планов и прогнозов социально-экономического развития района. Сейчас она будет называться не планы и не прогнозы социально-экономического развития, а будет называться стратегия социально-экономического развития муниципального района. 30-я статья тоже по вопросам, это статья глава муниципального района, по вопросам при досрочном сложении обязанностей и так далее, там в этот момент есть, что если, например, отстранение от должности глава или по речению суда или по правовому акту главы республики, значит, не имеем права избирать другого главу до речения вопроса в судебном порядке, если, например, человек обратится в суд. 41-я статья, устав муниципального образования, значит, тоже есть дополнение, 55-я статья была, мы считали, что эта статья, это средство самообложения граждан, она чисто касается сельских поселений, она, как таковое, к району не имела отношения, ну, значит, нам сказали, оставьте пока, а сейчас, значит, принято решение его исключить уже законодательно. С целью организации работы по учету предложений граждан по решению, по проекту решения собрания депутатов муниципального района, значит, безусловно, необходимо, там есть целая процедура, вы знаете, мы раньше тоже это, значит, наблюдали, создается опять рабочая группа собрания депутатов, есть предложение создать его из трех депутатов, руководителя Абазанов, членник комиссии Абдуллаев-Азбулатов, если нет возражений. Мы на эту работу проведем, значит, нам необходимо потом, значит, принять, если будут предложения после опубликования проекта решения сегодняшнего, если будут предложения граждан, мы проведем здесь, в этом же зале, значит, публичные слушания, значит, проведем один или два заседания этой рабочей группы, и после этого нам необходимо будет провести еще одну сессию, где-то, значит, в конце мая месяца. Депутаты единогласно решили принять проект решения собрания изменения и дополнения в устав муниципального района. Опубликовать проект решения собрания депутатов муниципального района в газете «Весих» от Советовского района до 24 апреля 2018 года. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения собрания депутатов муниципального района создать рабочую группу из трех депутатов. Публичные слушания будут проводиться 11 мая 2018 года, а протокол публичных слушаний необходимо опубликовать в газете «Весих» от Советовского района до 15 мая 2018 года. Уважаемые коллеги, указом президента Российской Федерации 2013 года учрежден праздник День местного самоправления. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь в целях повышения роли и значения института местного самоправления, развития демократии и гражданского общества. 21 апреля День местного самоправления. Уважаемые коллеги, разрешите от имени главы муниципального района. Я всегда лично поздравлю депутатов собрания муниципального района и сельских поселений, и всех работников оборудованного местного самоправления с наступающим праздником в Днем местного самоправления. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин